Дарование имени Богом через призму заветов В прошлый раз мы поговорили с вами о том, как Бог изменил имя Аврааму, а также его жене Саре Впоследствии он также даровал имя их сыну Ицхаку, тем самым заключая завет с ним И свое обетование, которое он пообещал Аврааму, что он расплодит его, размножит его, что он будет светом для всех народов То же обетование он впоследствии повторяет самому Ицхаку Мы знаем, что у Ицхака у него также рождаются двое сыновей, Исав и Иаков И несмотря на то, что сам Ицхак больше любит своего первенца, любит Исава Но у Бога отношение совсем другое Написано, что Бог Иакова возлюбил больше, чем Исава И в самом начале еще беременности Ривки, Ревекки, мы читаем такие слова Что обетование уже тогда было определено Богом, еще до их рождения И в Бытие 25 главе 22-23 стих там написано Сновья в утробе ее стали биться И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа Господь сказал ей, два племени во чреве Твоем И два различных народа произойдут из утробы Твоей Один народ сделается сильнее другого И больше будет служить меньшим То есть еще до того, когда эти дети родились Бог определил, кого он избирает И тем самым он сказал, что меньше он будет избранным С ним я буду заключать свой договор Что меньше сделается большим А больше поклониться меньшему Мы знаем уже в самом начале описания двух сыновей Написано, что Исаав, он был человек полей А Яков, он был человек шатров Я думаю, важно рассмотреть вот эти вот словосочетания Что значит человек полей Исаав, который являлся человек полей Его можно сравнить сегодня с человеком Который все время гуляет Ходит на разные вечеринки Развлекается с парнями, с девушками В каких-то компаниях То есть это тот, кто не сидит дома Это та же самая параллель Которая говорит о человеке полей Он выходил, он охотился Он ездил с друзьями и развлекался Про Якова сказано наоборот Он был человек шатров Это тот, кто находился все время Рядом со своими родителями Который мог сидеть, слушать Разные рассказы о прошлом О предках О разных событиях, которые совершил Бог Я думаю, что немало событий Авраам рассказал своему сыну Якову Тем самым его вера укреплялась И он становился похожим на отца И он нес вот эту вот веру Которая была вложена еще в Авраама И таким образом Яков возрастает И когда он вырос, подрос Начинает свою собственную жизнь То Бог является так же ему И обновляет с ним свой завет Он обновляет с ним те же обетования Которые заключил с Авраамом А потом с Ицхаком Давайте прочитаем в 28 главе С 13 стиха там написано И вот Господь стоит на лестнице и говорит Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего И Бог Исака Землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе И потомству Твоему И будет потомство Твое, как песок земной И распростанешься к морю И к востоку, и к северу, и к полудню И благословляться в Тебе И в семени Твоем все племена земные И вот Я с Тобою И сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь И возвращу Тебя в сию землю Ибо Я не оставлю Тебя Доколе не исполню того, что Я сказал Тебе И вот хочу обратить здесь внимание На несколько вещей Давайте выделим здесь несколько пунктов Первый из них, что Бог уже здесь открывается Иакову с именем Бог Авраама И Бог Ицхака Он говорит, Я Бог Авраама, Отца Твоего И Бог Ицхака То есть здесь мы видим, как Бог Он применяет вот эти вот два имени К себе Бог Авраама и Бог Ицхака Он показывает здесь свою связь с этими людьми Тем, которым Он даровал имя Которых Он переименовал С которыми Он заключил свой завет То есть здесь мы можем увидеть, что Бог находится В завете с ними И имеет определенную связь Тем самым называя себя их именами Бог Авраама и Бог Иакова Еще второй пункт, очень важный Он обещает Иакову все те же обетования, которые Он говорил Аврааму В первую очередь Он говорит, ты получишь землю Благословляться в тебе В семени в твоем Все племена земные Таким образом мы можем увидеть здесь определенную тенденцию Что Бог соблюдает свой завет Исполняя свое слово Он переходит одного поколения к другому Пока не исполнятся все те обетования, которые Он пообещал И до тех пор, пока все это не будет исполнено Он будет продолжать хранить свой завет Он будет заботиться о том, которому Он даровал имя Будет заботиться о тех людях, с которыми Он вступил в этот завет Помогая им, укрепляя их, ведя их по тому пути, по которому они идут И вот те слова, которые Он здесь говорит в самом конце Он говорит, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе Знаете, это очень сильное обетование То есть Бог говорит, я всегда буду с тобой До того момента, пока все то не совершится, что Я сказал Пока ты не станешь светом для народов Пока ты не вернешься в свою землю Пока ты не расплодишься, я буду с тобою Я буду тебя поддерживать Я буду тебе помогать Я буду идти с тобой, пока все эти слова не исполнятся И в этом есть большая сила И из этого мы можем взять действительно урок Что Господь до сих пор Мы видим, что это слово не исполнилось до конца Поэтому Бог остается верным Обещанием, которое Он дал Аврааму, Ицхаку и Якову Можно здесь еще увидеть одну определенную картину Что когда Бог дает имя человеку Тем самым Он определяет его предназначение и его судьбу Но когда Бог переименовывает его То это все происходит не сразу, а только после определенных условий И вот когда происходит это переименование Это является окончательным подтверждением завета В котором стоит этот человек Какие же это условия? Мы можем увидеть, что существует прямая связь С моментом переименования человека Богом И местом, в котором он находится Мы помним, что Авраам получил свое новое имя Не сразу, не когда он жил в Урихалдейском Но только после того, когда Бог ему сказал «Выйди с своей земли и иди туда, куда я тебя пошлю» Мы видим, как Авраам, он в послушании идет в Эрцкнаан То есть в землю ханаанскую, которая сегодня является Израилем И он приходит туда, и он в послушании ходит перед Богом И исполняет все то, что он говорил Только после того, когда Авраам поменял свой прошлый образ жизни И он вошел в землю, которую Бог ему пообещал Только после этого Бог его переименовывает И вот этот вот принцип, он очень важен Переименование происходит в земле Израиля Есть прямая связь с Израилем и с переименованием человека То же самое мы можем увидеть и в Иакове С ним происходит примерно то же самое Но хочу здесь заметить еще одну вещь Что когда Авраам пришел в Израиль Мы впоследствии видим, что во многих Что в писаниях упоминается его имя как Иври Его стали называть Иври И Иври это происходит от слова Авар Многие считают, что это от его предка Эвера Но это один вариант Но второй вариант это происходит от слова Авар То есть тот, который перешел Авраам перешел из одной земли в другую землю Но он не просто перешел из земли То, что он сделал, он перешел от идола поклонства К поклонению живому Богу И многие люди того времени, которые Они отказывались от поклонения идолам И находили живого Бога И были такие Мы в писании читаем, что не один Авраам был Но про Иова тоже сказано Он не был евреем, но он также поклонялся живому Богу Мы встречаем также Мелхиседека Мелхиседека, который также поклонялся единому Богу И он назван Мелхиседек священником Бога живого, Всевышнего То есть были люди, которые знали, что есть Бог Они верили в Него и они также Ему служили Вот тех людей, которые перешли из идола поклонства И начали поклоняться и служить живому Богу Их также называли Иври И вот это вот слово, оно тянется впоследствии И даже до сегодняшнего дня Относится ко многим людям Которые служат живому Богу И относятся к монотеизму Давайте прочитаем, что же случилось с Яковом Когда Бог также повторяет вновь свое обещание В Бытие 35 главе там написано И явился Богу Якову по возвращению его из Месопотамии И благословил его И сказал ему Бог Имя твое Яков Отныне ты не будешь называться Яковом Но будет имя тебе Израиль И нарек ему имя Израиль И сказал ему Бог Я Бог всемогущий Плодись и умножайся Народ и множество народов будут от тебя И цари произойдут из чресел твоих Землю, которую я дал Аврааму и Исааку Я дам тебе И потомству твоему по тебе дам землю сию То есть Яков Он в какой-то момент Когда-то убегая от Исаава Он вышел из Эрец-Кнаан Из земли Ханаанска Он вышел из Израиля И ушел в Месопотамию Оставаясь там несколько лет Но когда он возвращается назад Когда он приходит в землю Израиль В ту избранную землю Которую Бог даровал Аврааму Которую даровал Исхаку Когда он находится в своем доме Тогда Бог его переименовывает Именно в этот момент он ему дает новое имя Мы с вами в одном из следующих уроков Мы рассмотрим, что значит имя Иаков и Израиль И там тоже поговорим Как происходит вот это изменение И что это значит Но то, что видно здесь Что Яков, он не просто вернулся С ним что-то произошло Он изменился Его характер был изменен Он много чего перенес и испытал И это укрепило его И когда он приходит назад В землю Израиль То Бог меняет его Потому что все связи с прошлым Они, можно сказать так, были разрушены Его характер был изменен Его поступки переменились И он возвращается в свою землю И именно здесь После того, как он отказывается от идолов Которые связывали его с прошлым И начинает служить И продолжает служить единому Богу Он и вся его семья Только тогда он получает новое имя Ты не будешь больше Яков Но будешь называться Израилем Мы знаем, что от Иакова Происходит 12 колен У него рождаются дети 12 сыновей Также дочь И с ними Бог Также обновляет свой завет Который он обещал Аврааму, Ицхаку И потом Иакову Мы помним все те события Которые происходили в Египте И как Бог Он открывается Моисею В исходе 3 главе там написано И сказал еще Бог Моисею Так скажи сынам Израилевым Господь, Бог отцов ваших Бог Авраама Бог Исаака И Бог Якова Послал меня к вам Вот имя мое навеки И помятывание о мне из рода в род То есть здесь Сам Бог Он опять-таки Являясь Моше Моисею Он говорит Я Бог Авраама Я Бог Ицхака И я Бог Якова То здесь он уже Прилепляет себя К 3 личностям О которых мы говорили К 3 людям К 3 людям Которым С которыми он заключил Свой завет Которым он переименовал Которых он переименовал Характер которых Был обновлен И они ходили В послушании Здесь он называет Себя Их именем Он говорит Это имя мое навеки То есть это что-то Что не изменится Так будет постоянно Потому что он находится С ними в завете И вот он говорит Моисею Я пришел Чтобы открыться вам Чтобы вывести свой народ Потому что это те слова Которые когда-то давно Он пообещал Аврааму И он говорил Что потомки твои Они будут находиться В Египте 400 лет Но я вспомню слово мое Я выведу их И верну их в землю И это то что Бог делает Он продолжает исполнять То слово Которое обещал Аврааму И когда весь народ Выходят из Египта И приходят на гору То Господь Обновляет с ними Тот завет Который заключил С Авраамом И в 24 главе В книге Исход написано И написал Моисей Все слова Господни И встав рано поутру Поставил под горою Жертвенник И двенадцать камней По числу двенадцати Колен Израилевых И послал юноши И сынов Израилевых И принесли они Все сожжения И заклали тельцов В мирную жертву Господу Моисей Взяв половину крови Влил в чаши А другую половину Окропил жертвенник И взял книгу завета И прочитал вслух народа И сказали они Все что сказал Господь Сделаем и будем послушны И взял Моисей крови И окропил народ Говоря Вот кровь завета Который Господь заключил С вами О всех словах Сих То есть тот завет Который он заключил С Авраамом Который он обновил С Ицхаком А потом с Яковом Он обновляется Всем народом Тем самым Из людей Которые выросли в Египте Из евреев Делая что-то одно целое И он говорит Это мой завет с вами Это завет Который был заключен На горе Синай Когда из множества людей Происходит Один целый народ Вышедший Из колен Авраама Ицхака Иакова И Бог называет себя Народом Богом Израиля Богом Авраама Богом Ицхака И Богом Иакова К чему я все это рассказываю И почему важно нам понять Что Бог Даровал имя И находится В завете Потому что до тех пор Пока все его слова Не будут исполнены Когда он сказал Что я приведу тебя На землю Которую я избрал Для тебя Землю Израиль Это то что уже сейчас происходит Но еще не все евреи Вернулись на эту землю Что ты расплодишься И размножишься Это то что Тоже сейчас происходит Но самое главное Он говорит Что ты будешь Светом для других народов Что ты будешь Светом для язычников И есть в этом Уже доля правды Но все это Не до конца совершилось Многие обращают Свой взгляд на Израиль Израиль Он как часы Всего мира Все кружится вокруг него И даже что-то малейшее Что тут происходит Сразу расходится По новостям Так не происходит Ни в какой ни в одной стране Но Израиль Который стоит В завете с Богом Он продолжает Исполнять То Божье предназначение Которое Бог пообещал И до тех пор Пока все это Не исполнится В полноте Бог будет Оставаться верным Своему народу Он будет продолжать Делать какие-то Исправления Чтобы совершилось То слово Которое было дано Аврааму Мы уже переходим С вами к Новому Завету Но важно Выделить его Я хочу прочитать Те стихи Которые записаны В Луке Первой главе Ангел же сказал ему Не бойся Захария Ибо услышана молитва твоя И жена твоя Елизавета Родит тебе сына И наречешь ему Имя Иоанн И будет тебе радость И веселье И многие О рождении его Возрадуются Ибо он будет велик Перед Господом Не будет пить вина И секиры И Духа Святого Исполнится Еще от чрева матери Своей И многих Из сынов Израилевых Обратит Господу Богу их И предойдет Пред ним в духе И силе Илии Чтобы возвратить Сердца отцов Детям И непокорив им Образ мысли Праведников Дабы представить Господу народ Приготовленный Почему я говорю Именно об Иоанне Во-первых Мы здесь видим Что Бог сам Дает имя Он сам говорит Как Захария Должен будет Назвать Своего сына Иоанн На иврите С русского Или точнее На иврите Это звучит Как Йоханан Это слово Переводится Что значит Бог Помиловал И в этом значении Есть Естественно Глубокий Смысл Бог Помиловал Свой народ Он посылает Перед Ишуа Перед Мессией Своего Посланника Который Приготовит Для него Почту Это как раз Те стихи Которые мы читали Что Иоанн Он должен будет Обратить Сердца Родителей К детям Он должен будет Подготовить Народ Что когда Придет Мессия Они были готовы Его услышать Бог Милует Свой народ Он посылает Своего посланника Это значит Йоханан Или Иоанн Как мы читаем На русском Интересное место Что Когда-то Ишуа Когда он Говорил Со своими Учениками Он сказал Что Нету Большего Пророка Чем Иоанн Нету Большего Пророка Рожденными Написано Женщинами Чем Иоанн Очень странно Как так Неужели Моисей Он не был Больше Пророком Чем Иоанн И О чем же Говорит нам Это Мы знаем Конечно Что Моисей Моше Он был Великим Пророком И было Много Других Пророков Как Насчет Иеремии Или Исаии Ведь Всего Столько Много Они сделали Для Своего Народа Они Приносили Божье Слово Своему Народу Мы Видели Их Веру Почему Вдруг Иоанн Он является Большим Из них Я не думаю Что Здесь Речь идет Именно О том Какие Великие Дела Совершил Иоанн Но Здесь Речь идет О том Какая Привилегия Была У него Потому Что Никто Из Других Пророков Не Даже Сам Моисей Он Не Имел Такой Возможности Встретиться С самим Мессией Он Не Имел Такой Возможности Приготовить Путь Для Самого Машиаха Ну Вот Эта Привилегия Она Выпала Именно Иоанну И Именно По Этой Причине Он Является Большим Из всех Поэтому Я думаю Что Вот Это Место Мы Должны Понимать Именно В Таком Контексте Бог Называет Иоанна Мы Видим Он Здесь Не Заключает Определенного Завета С ним Но Он Говорит Что Он Придет В Духе Или Или Тот Который Живет До Сих Пор Которого Бог Забрал К Себе И Иоанн Он Является Символом Этого Человека Который Приходит Который Так же Одет И Предрекает Путь Он Говорит Я Глаз Вопиющего В пустыне С одной Стороны Он Говорит Я Тот Который Выздаёт Голос Свой В пустыне И никто Не Слышит Но Несмотря На Это Он Говорит Бог Милует Его Имя Оно Звучит Напрямую И Говорит Что Последующий За ним Будет Больше Его То То есть Он Приготовляет Путь Для Самого Мессии И Конечно же Сразу За этим Мы Переходим К Ишуа К Нашему Мессии К Нашему Господу Именно Ему Бог Также Даёт Имя Написано в Матфеи В первой Главе 20 Стих Ангел Господень Явился Ему Во сне И сказал Иосиф Сын Давидов Не бойся Принять Марию Жену Твою Ибо Родившиеся В ней Есть От Духа Святого Родит же Сына И наречёшь Ему Имя Ишу Иисус Ибо Он Спасёт Людей Своих От Грехов Их Что же Значит Такое Иисус На Иврите Это Звучит Как Ишуа Его Мы Называем Ишуа Ишуа Это Значит Спасение И как Раз Вот Этот Перевод Который Тут Написан Он Спасёт Людей От Своих Грехов То есть Уже Здесь В самом Имени Опять Как И в Других Именах Мы Видим Судьбу Или Предназначение Нашего Мессии Мы Видим Предназначение С которым Приходит Ишуа На Эту Землю Он Спасёт Людей От Своих Грехов Это Он Не Просто Придёт И Принесёт Божье Слово Да Здесь Мы Читаем Что Дух Господа На Нём Он Исполнится Духа Святого От Самого Рождения Он Будет Помазанником Божьим Но Не Просто Так Чтобы Принести Божье Слово Не Просто Так Чтобы Сказать Что То Людям Но Он Приходит Именно Чтобы Исполнить Определённое Действие Приходит Чтобы Спасти Людей Он Приходит Чтобы Пострадать За Наши Грехи Чтобы Искупить Нас И Омыть Нас От Всякого Греха Чтобы Мы Имели Жизнь Вечную Чтобы Мы Могли Вернуться И Прилепиться К Нашему Богу Вернуться В то Состояние В котором Когда-то Был Адам Находясь В Эдемском Саду В этом И был Весь Божий План И Все Те Заветы Которые Заключались Один За Другим С Авраамом С Ицхаком Со Всем Народом Израилем Вот Они Переходят И Приходят К Ишуа Чтобы Он Мог Их Завершить Мы Знаем Что В Ишуа Бог Заключает Новый Завет Сам Ишуа Сказал Об Этем Когда Сидел На Вечере Господней Со Своими Учениками Подняв Стакан Вина Он Сказал Вот Кровь Нового Завета Который Я Заключаю С Вами Кровь Нового Завета Многие Считают Что же Это Новый Завет Может Быть Это Что-то Другое Это Что-то Совсем Новое И Не Связанное Никак С тем Что Было Заключено С Авраамом И С Израильском Народе На Горе Синай Я Думаю Что Здесь Допускают Определенную Ошибку Потому Что Когда Мы Читаем Про Новый Завет Это Написано В Не С Кем То Другим С Домом Израиля И Домом Иуды То Этот Завет Он Заключен С Израилем Может Быть Для Некоторых Это Будет Новость Что Новый Завет Заключен С Домом Израиля И Домом Иуды Но Это Те Слова Которые Сам Бог Сказал Через Пророка Он Говорит И Я Напишу Своё Слово На Сердцах Людей Что Они Все Будут Знать Меня От Малого До Великого И Вот В Яшуа Происходит Заключение Этого Нового Завета Этот Завет Он Обновлённый Это Тот Завет Который Также Был Заключен С Израилем На Горе Синай Но В Более Высоком Уровне Когда Теперь Каждый Человек Может Знать Его Каждый Может Приблизиться И Прилипиться К Богу Написано Что Господь Говорит Я сам Буду Обитать Среди Них Новый Завет Заключен Через Ешуа С Домом Израиля И с Домом Иуды Многие Тогда Могут Сказать А где Здесь Другие Народы Как Насчет Как Насчет Нас И Каждый Человек Который Через Ешуа Через Веру В Него Прилипляется К Богу Он тем К этому Завету Он Прилипляется К Израильскому Народу И Получаются Те же Обетования Которые Когда-то Бог Заключил И Который Бог Обещал Самому Аврааму Что Вы Будете Светом Светом Для Других Людей Которые Находятся Вокруг Нас Что Ж Здесь Касается Имени Многие Могут Сказать Как Здесь Имя Связано С Заветом Мы Знаем Что После Того Как Бог Заключил Завет С Израилем То Его Имя Наречено На Всем Народе Что Касается Насчет Других Людей Которые Из Других Народов Из Других Наций Племен Языков Прилипляются К Самому Израилю Для них Есть Тоже Большое Обетование И Мы Можем Увидеть Это В Откровении Если Мы Следуем Тому Принципу Про О Которой Мы Говорили Что Бог Изменяет Имя Человека То Это Происходило После Определенных Условий После Того Как Он Просто Отрывал Себя От Прошедшего Образа Жизни От Прошлой Жизни Отрывал Себя Отрезал От Своих Грехов Которым Он Был Привязан Когда Он Менялся Тогда Что То С Ним Происходило И Вот В Откровении Второй Главе Там Написано Семнадцатый Стих Всякий Кто Слышит Это Пусть Слушает Слушать Что Дух Говорит Церквям Тому Кто Победит Я Дарую Манну Сокровенную И Еще Я Дам Тому Белый Камень На Котором Начертано Новое Имя Никто Не Знает Этого Имени Кроме Того Кто Его Получит Вы Знаете Это Очень Очень Сильное Обетование То есть Каждый Человек Которого Здесь Ишуа Он Называет Победителем Он Получает Новое Имя Относится Ли Это Ко Всем Людям Это Относится К Победителю Кто Такой Победитель Если Вы Посмотрите Откровение То Очень Часто Ишуа Употребляет Это Слово Почти Во Всех Писаниях Которые Во Всех Письмах Которым Он Обращается К церквям Победителю Дам Победитель Сядет Со мной На престоле Победитель Это Тот Который Продолжает Ити За Господом Несмотря Ни На Что Может Быть Он Падает Может Быть Он Где-то Сокрушается Не Всегда У Него Все Получается Но Он Может Подняться Он Собирается Силами И Продолжает Ити Дальше Господь Называет Такого Человека Вера Это Определенный Путь Написано Со страхом Совершайте Своё Спасение Это Не Что-то Одноразовое Когда Мы Попросили Прощения У Господа Но Это Наша Жизнь Ежедневная Каждый День Это Процесс Который Происходит От Того Момента Как Мы Обращаемся К Богу И До Того Момента Когда Мы К Нему Попадем И Поэтому После Того Когда Ты Сможешь Выстоять До Конца Пройдя Все Преграды Ты Сможешь Доказать Свою Веру Тогда Ты Будешь Являться Победителем И Именно Тогда Господь Говорит Я Переименую Тебя У тебя Будет Новое Имя В Подтверждение Твоей Верности В Подтверждение Того Что Ты Моя Часть Ты Мой Удел И Я Нахожусь С Тобой В Завете Это Касается Израиля Или Нет Или Через Веру Ишуа Ты Прилепился Но Ты Становишься Одной Частью Ты Становишься Входишь В Завет Который Был Когда-то Заключен С Авраамом А потом Обновляется Твое Имя Будет Изменено Если Ты Победишь Если Ты Останешься Верным До Конца И Вот В этом Вот Есть Сила Дарования Имени Что Когда Господь Дает Новое Имя Кому-то Или Переименовывает Его Он Заключает С ним Завет Он Входит С ним В одну Часть И Начинает Быть Его Покровителем И На этом Я думаю Мы Закончим Наш Урок И В следующий Раз Мы поговорим С вами О Именах Бога Поэтому Оставайтесь С нами И До Новой Встречи Миссианский Центр Возвращенный На Сион Из Израиля Ставит Перед Собой Цель Рассказать Израилю О Мессианстве Иешуа А также Передать Свежее Послание Из Сиона Присоединяйтесь К нам И следите За нашими Обновлениями На сайте www.oazisdefismedia.tv